Добрый вечер, друзья мои телезрители! В эфире программа «На связи с муниципальной властью». Как всегда по средам с вами я, Андрей Острев. И как всегда мы обсуждаем, что важно для нашего города, как каждого из нас касается, те изменения, которые происходят в городе, которые инициирует муниципальная власть, собственно говоря, как она городом управляет. Сегодня я вас приглашаю присоединиться к беседе. По телефонам, которые вы видите на экране, вы можете позвонить в студию. Мы будем сегодня беседовать об архитектуре. И поэтому, кто лучше об архитектуре нам расскажет, чем главный архитектор нашего города. Сегодня мы в студию позвали Анну Полеху. Добрый вечер, Анна! Добрый вечер! И вот, собственно говоря, будем мы сегодня говорить об архитектуре. И, соответственно, зрители вам будут тоже, надеюсь, задавать в той же тематике вопрос. Итак, начнем мы вот с чего. Вчера был анонсирован конкурс на проект по преображению, так сказать, лица города Соборной площади. Если можно, расскажите нам и зрителям о том, что это за конкурс, что планируется, как это все будет выглядеть и где, самое главное, где можно будет ознакомиться с промежуточными результатами или, возможно, горожане могут каким-то образом повлиять, там будет какое-то голосование или, то есть, как это будет проистекать все. Смотрите, начнем с того, что конкурс, это всеукраинский конкурс, архитектурный конкурс, блиц-конкурс, который происходит в достаточно быстром промежутке времени, то есть, в течение месяца разрабатывается концепция реконструкции площади Соборной и части Флотского бульвара. Мы сейчас пошли немного другим путем. Мы разрабатываем не только саму площадь, да, и еще захватываем и Флотский бульвар. На самом деле, это уже профессиональный конкурс, в котором должны будут участвовать профессиональные архитекторы, которые должны иметь сертификат. Это могут быть, как архитекторы, это могут быть и группы. Основа и задания самого конкурса, разработанные на основании постановления Кабинета Министров Украины, они согласованы с Союзом архитекторов Украины, Николаевской области. И также они предоставили в жюри, четыре члена жюри, это представители от Николаевской спилки архитекторов Украины. Дополнительно в жюри мы пригласили еще главных архитекторов других городов. Это главный архитектор Львова Чаплынский, это главный архитектор Ужгорода, Маршовский. И, соответственно, главного, заступный главного архитектора Анна Бондарь, это город Киев. Из обычных людей, да, то есть те люди, которые не имеют архитектурного образования, потому что по правилам необходимо, чтобы две трети это были архитекторы, одна треть это должны быть люди, не имеющие архитектурного образования, но при этом влияющие и понимающие, которые могли бы дать полноценную оценку увиденному объекту, который будет находиться у нас в городе. Мы очень долго думали, на самом деле, кого пригласить, потому что на эту тему были дебаты, и депутаты хотели участвовать, принимать участие. Ну, это неудивительно. Вот, но мы приняли решение о том, что это будут люди, которым доверяют николаевцы. Одним из них это Дмитрий Кремень, писатель, очень известный человек, это человек года, 2016 года. Это журналист Андрей Лохматов, тоже признанный человек в своей сфере. И дополнительно мы выбрали еще Юрия Любарова, человек, который любит и болеет за культуру, тем более, что он недавно стал главным начальником управления по культуре. Да, испадщины. Да, испадщины. Вот, поэтому профессиональная, то есть часть профессионального жюри, плюс люди, которые болеют за город, будут на основании поданных материалов рассматривать их. Подчеркну о том, что конкурс будет всеукраинский. Мы долго подходили к этому вопросу, потому что площадь соборная, это, с одной стороны, это и сердце города, с другой стороны, это и лицо города, да, то есть вот такое вот объединение. Потому что просто пить кофе на площади, это, ну, не такой должен быть подход. Это должно быть общее место там, где должны быть какие-то идеи, должны быть завязаны возможности проведения досуга и также какие-то общественные происходить события. Поэтому мы пригласили архитекторов не только Николаева, то есть, да, без исключения мы пригласили каждого архитектора, который находится в спилке архитекторов, сделали им приглашения официальные и дополнительно архитекторов со всей Украины. Поэтому мы хотим увидеть здесь качественный проект, интересные современные подходы в тенденциях градостроительства, благоустройства и озеленения. И, соответственно, уже на основании этой концепции победитель там по условиям конкурса будет происходить выбор трех первых позиций. Первая позиция, у каждого есть своя премия. Премии эти идут не из городского бюджета. В этом плане как раз подключилось агентство развития Николаева. Они выступили заказчиками, а мы разработчиками условий этого конкурса. Значит, первое место 45 тысяч, второе место 25 тысяч и последнее, по-моему, если я не ошибаюсь, 15 тысяч. Суть, ну, в принципе, это все изложено на сайте. Есть отдельный сайт этого конкурса, там, где все условия конкурса указаны. С первого числа будут выданы всем, кто сделает заявки, кто захочет участвовать в конкурсе. Будут выданы задания на проектирование, условия, будут выданы топографические материалы, на основании которых можно будет производить эти работы. Одним из важных условий при реконструкции площади мы указали о том, что капитального строительства происходить там не будет. Какие-то дополнительные там моменты по поводу перекрытия улицы, благоустройства ингульского спуска, либо ближе к мэрии с деревьями, это уже в процессе проектирования. Архитекторы и проектанты будут выбирать сами. У меня сразу такой практический вопрос. Собственно говоря, наша программа подразумевает то, что мы хотим всегда донести, что коснется каждого. И вот мы сейчас говорим о концепции. То есть это будет конкурс, грубо говоря, проектов. Проектов о том, как может выглядеть соборная площадь. И вот это жюри, о котором вы говорили, оно выберет победителя. Сразу становится вопрос, а когда эта концепция будет реализована. Потому что, собственно говоря, мы сейчас будем следующим моим вопросом. Как раз то, что разрабатывало агентство развития Николаева по поводу вывесок на улице Соборной. То есть это было какой-то там... Ну давайте сначала мы поговорим все-таки о Соборной площади, а потом перейдем к Соборной улице. Смотрите, ну сразу я хочу сказать, что много вопросов по этому вопросу тоже есть. Почему? Потому что агентство раньше анонсировало конкурс идей. Конкурс идей, он принимался абсолютно от всех людей, не имеющих архитектурного образования. Те, кто хотел просто посвятить и дать свои видения о том, как он видит развитие. Мы в этих проектах увидели очень многое. И были интересные моменты, были и фантастические моменты, были те моменты, которые необходимо реализовать больше 50 лет. Там с подземными паркингами и так далее. И как раз это стало толчком и основанием для того, чтобы разработать профессиональный конкурс, который вот сейчас и происходит. То есть вот это уже профессиональный конкурс, там где были учтены те ранее концепции, которые... Не концепции, а идеи, которые агентство как раз и проводило. То есть вот конкурсантам будут эти идеи каким-то образом заявлены, да? Да, нет, они уже прописаны в программе и в условиях конкурса. То есть вот все там условия, которые мы выбрали. Можно, если пару идей, которых вот вы помните? А мы говорили, основная, там только как рекомендации это шло. То есть архитектор, в принципе, это творческая натура, она должна сама в процессе проектирования выбирать. Но из-за ограничений, одно из-за ограничений, это то, что не происходит капитального строительства. Второй момент, это о том, что предусмотреть, возможно, сухой фонтан. Сухой фонтан, это имеется в виду архитектурная форма, а не район. Да, сразу уточняю, что сухой фонтан, это фонтан, который находится на плоскости, по которой можно ходить и там в определенное время включается. То есть это без чаши, без организации чаши, без отводов, которые включаются. Они бывают световые, они бывают с разной высотой подачи воды и там в разное время и так далее. Мы обязательно предусматривали вопрос о том, что это должны быть зеленые газоны. Возможно, это будет каскадно решено каким-то образом. Это новые элементы по благоустройству, урны, лавочки, фонари. Ну вот в таком духе разработанные элементы, которые будут подходить под историческую застройку, которую можно будет использовать не только на самой площади, а в принципе и во всей исторической части. Ну, теперь вернемся к улице Соборной и к проекту. Давайте расскажу про площадь Доконсанца. Да, давайте, давайте. Я забыла про основной вопрос, который вы задали. Смотрите, значит, конкурс очень, это Блиц-конкурс, он будет происходить очень быстро. То есть в течение месяца разрабатывается концепция. И в принципе огласить конец самого конкурса по концепции мы готовы где-то к числу 10 октября. И вот уже на основании победитель, победитель имеет право как раз быть одним из тех, кто будет разрабатывать сам проект. То есть техническую документацию. Проектную, да, проектно-сметную документацию, на основании чего уже можно будет посчитать стоимость и заложить на следующий год необходимое финансирование в программу бюджета для того, чтобы со следующего года начать уже строительные работы. Работы по благоустройству и по приведению порядка площадь. Я не думаю, что это будет очень быстрый, скажем так, то есть это за 3 месяца, за 4 месяца не будет сделано. Я думаю, что где-то к февралю месяца мы уже сможем увидеть законченную проектную документацию и по проектной документации уже подготавливать работы, проводить тендеры по поводу строительства и проведения благоустройства самой площади. И там 18-й год, начало 19-го года мы сможем, наверное, и вот по всей вероятности, если у нас все пойдет по плану, мы сможем увидеть законченный объект. Хочется, не знаю, вот мне, например, слушая вас, мне очень хочется увидеть в конце конкурса какую-то, может быть, 3D-модель того, как это будет выглядеть, то есть, возможно, выставленную где-то, чтобы люди могли прийти и посмотреть, будет ли такое, где-то можно познакомиться. В процессе конкурса, конечно, сделать этого никто не сможет, потому что даже мы, жюри, не сможем увидеть в процессе подачи, и мы не понимаем, потому что это закрытый конкурс в плане того, что мы не знаем, кто из конкурсантов какие работы предоставляет. Таким образом, мы выбираем просто лучшую идею, и только после того, как лучшая идея будет выбрана и одобрана в жюри, и мы понимаем, открываем пакеты и видим, кто является победителем. И, соответственно, там первое, второе, третье место, есть сайт, на котором размещена вся информация по поводу самого конкурса. Эти работы, ну, мы не проговаривали этот вопрос, но я думаю, что я смогу это реализовать и сделать. Мы вывесим возле управления градостроительства архитектурой, то есть в мэрии, да, и покажем три варианта, эти, которые были выигрышные, а все остальные работы можно будет посмотреть на сайте именно этого конкурса. Что ж, ну, будем надеяться, что работы приятно удивят. А вы не допускаете мысли, что вам, может быть, ничего не понравится, или будет обязательно выбран победитель? Вы знаете, ну, практика многих городов показывает о том, что конкурсы, архитектурные конкурсы, на самом деле это новая тенденция вообще в украинском обществе, и по-разному она происходит в каждом городе. Для Николаева это первый конкурс. Я рассчитываю о том, что это будет не первый блин, да, а о том, что мы профессионально, мы изучили практику других городов, мы заложили в условии программы достаточно, ну, грамотные условия, по которым необходимо работать. Единственный момент, который меня смущает, о том, что мы поставили очень маленький срок, то есть это месяц на концепцию. Но, учитывая то, что это без капитального строительства, это благоустройство озеленения, я думаю, что мы успеем. Другой вопрос о том, что хотелось бы, так как это сердце и лицо города, чтобы это были профессионалы, люди-профессионалы, которые возьмутся и разработают саму консультацию, и довести до ума, вплоть до строительства, потому что это и авторский надзор, да, который необходимо будет осуществлять на этом объекте. И вот меня больше беспокоит качество проектировщиков, для того, чтобы это были достойные архитекторы, которые смогли бы показать современную архитектуру, современные образы в Николаеве на главной площади. Что ж, спасибо. И следующий вопрос, тогда у нас есть еще одна, как бы, ну, достопримечательность, не побоюсь этого слова, это улица Самособорная, да, то есть пешеходная улица, это вообще, в принципе, очень интересно, ну, мало кто не знает в Украине, например, улицу Дерибасовскую в Одессе, да, это тоже пешеходная улица, собственно говоря, но у нее, конечно, другая несколько история, да, чем бывшая улица Советская, ныне Соборная, в Николаеве, и вместе с тем это пешеходная улица, через которую, правда, почему-то проходит улица Никольская, как магистрали, и носятся периодически фуры, что сильно, сильно смущает пешеходов, бегущих по этой улице. И вместе с тем, все равно это для туристов, это улица, на которую они обязательно попадают. Собственно, если мне не изменяет память, чуть больше, наверное, год назад, год назад, агентство развития, даже не конкурс проводило, а концептуально высказывало видение, как должна выглядеть улица Соборная, да, и там, они, как вот вы перед эфиром говорили, они больше говорили о вывесках и о том, как они должны быть выглядеть. Будет ли это реализовано, то, что они сделали, или каким-то образом использованы? Да, смотрите, они действительно проводили такую работу, они собирались с архитекторами, они смотрели внешний вид, они ставили акценты, те, которые у нас есть по улице Соборной, то есть ту проблематику они поднимали, которая есть на самой улице. И, естественно, у нас в городе есть проблематика с вывесками, и это первое, на что они поставили акцент. Поэтому они разработали вот концепцию, такой дизайн-код, он был основан на таких дизайн-кодах, которые были сделаны в других городах, его необходимо адаптировать и принимать в Николаеве уже, соответственно, со всей программой. По самой улице Соборной, вот если говорить про саму улицу Соборную, в этом году мы запланировали, и мы, в принципе, сейчас работаем над этим, в программе социально-экономического развития города, мы запланировали паспортизацию с благоустройством улицы Соборной. Что значит паспортизация? Это как раз приведение в порядок фасадной части, но так как владельцы зданий и сооружений – это не городская власть, а там есть собственники, именно поэтому паспортизацией мы будем рекомендовать, каким образом и как должны выглядеть фасады зданий, каким образом их привезти. То же самое это касается этих же вывесок, то есть в этом случае мы будем опираться на ту работу, которую провело агентство, и в паспортизации как раз прописывать задачи, те, которые должны будут выполнять собственники зданий и сооружений. Но паспортизация сама, она предполагает не только проведение таких работ, паспортизация, она предполагает собой благоустройство, то, на чём поставлен акцент. То есть это о чём говорит, о том, что меня очень сильно удивляет то, что улица пешеходная, но при этом у нас есть тротуарная часть и у нас есть проезжая часть, по которой никто никогда не ездит. То есть по сути, если это пешеходная часть, её не должно быть. Поэтому в этом случае необходимо, то есть вот мы сейчас просматривали и приписывали в задании на проектирование вопрос о том, что это должна быть одна общая плоскость, то есть от одного фасада до второго фасада это должна быть одна общая плоскость, Это должен быть тротуар. Тротуар в каком виде? Какие это должны быть элементы? Возможно, это будут разные структуры, разные формы, разного цвета, с озеленением. Вопрос поднимался у нас еще по поводу платанов, то есть сохранения платанов или все-таки высадка новых деревьев. Я выступаю, честно говоря, скажу, что за платаны, потому что у нас южный город, как Одесса, как Николаев, это достопримечатель с платаной, поэтому часть платанов возможно сохранится, часть платанов, те, которые в неудовлетворительном состоянии, будут убираться и высаживаться новые деревья. Естественно, будут прорабатываться элементы благоустройства, то есть урны, элементы фонарей, это элементы лавочек. Дополнительно будут рекомендованы к тем объектам, которые уже есть, то есть объекты благоустройства. Да, 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 и объекты благоустройства, будут какие-то там летние площадки и так далее, то есть тоже будут показаны элементы, каким образом эти элементы благоустройства можно будет реализовать. Да, да, реализовать. Вот, сейчас эта работа проводится, сейчас мы в программе в условиях разбиваем на этапы, то есть сама улица будет тоже разбита на этапы, и, соответственно, по этим этапам будут разрабатываться, и я думаю, что до конца года мы должны будем успеть закончить эту работу. Вот, крайний срок это начало восемнадцатого года, и уже, соответственно, с департаментом ЖКХ будем прорабатывать вопрос о том, чтобы это уже реализовывалось. Реализовалось. Что ж, хочется еще вернуться опять к первому вопросу, и вот какой вопрос. Всегда, всегда большинство волнует деньги, да, вот реализация, реализация концепции соборной площади, это, ну, думаю, что не так, и такое дешевое удовольствие, и как вы, как архитектор, ожидаете, какой бюджет на это понадобится, и, собственно говоря, утвердят ли его депутаты, ну, это такой вообще очень сложный вопрос в сегодняшней политической обстановке. Как вы считаете, на какой бюджет вы рассчитываете, за какие деньги можно будет преобразовать действительно так вот кардинально и интересно, даже без капитального строительства соборной площади? Ну, смотрите, в первую очередь сама концепция, она делается для того, чтобы увидеть те объемы, которые мы хотим увидеть, пощупать, понять, какой объем работы будет производиться. И, соответственно, на основании его мы сможем уже тогда разработать проект на сметную документацию, подчеркиваю, сметную, та, которая посчитает именно по стоимости реализацию этого объекта. И реализация объекта, она же может происходить не за один год, это может быть один год и два года, то есть, в принципе, выделение денег можно разбить по этапам, и по этим этапам уже согласовывать с депутатами выделение этого финансирования. Но я думаю, что на этапе самой концепции мы будем разговаривать с депутатами, показывать саму концепцию для того, чтобы они принимали ее. Потому что я на протяжении года подработаю здесь, я понимаю, что без депутатов, без принятия ими этой концепции дальше развития мы ее не увидим. Для того, чтобы нам ее реализовать, нам необходимо получить их согласие, получить их решение и, соответственно, уже на основании этого по сметной документации предлагать им вносить в программу социально-экономического развития, чем уже как раз и будут заниматься направления ЖКХ, ну и, соответственно, профильный зам в этом направлении. Все-таки не хотите вы говорить, сколько вы планируете? Я же творческий человек, понимаете? Ну, хорошо, тогда оставим не творческим, а цифровым людям из ЖКХ посчитать вот этот, будем надеяться, лучший из лучших проектов. Да, и, может быть, это будет какая-то определенная изюминка нашего города. Да, я вот очень большие надежды на это возлагаю. Хотелось бы еще один момент проговорить. Периодически в ФСМИ вам ставят в упрек о том, что вы не сделали обещанный зонинг. Но тут вопрос, периодически такие, в общем, и в сети Facebook возникают какие-то такие вот штуки. Вы у нас были с мэром, я напомню, в нашей программе как раз где-то, это было зимой, где-то года полтора назад вы были. Или весной, вот где-то в этом, в этом... Весной, скорее всего, в весной. В начале весны, да. И та задача, которую возлагал на вас мэр, это был как раз вот этот зонинг. Скажите, когда он был сделан, кем был утвержден и был ли он сделан? И вот уже мы, чтобы мы эту точку поставили для наших зрителей. Ну, смотрите, с зонингом там достаточно сложная ситуация. Почему? Потому что зонинг не просто так мэр ставил задачу по этому зонингу, потому что в конце 16-го года в законодательстве было принято решение, что если в городах нет зонинга, то в этом случае не выдаются разрешения на строительство, как крупных объектов, то есть это градостроительные условия ограничений и строительные паспорта. Поэтому задача номер один стоял вопрос зонинга, принятие этого, не просто разработка его, а принятие этого зонинга. Зонинг был разработан достаточно давно, то есть вот первый зонинг, он был разработан на основании генерального плана, то есть у нас генеральный план в 2009 году был разработан. Зонинг сам разработали в 2013 году, после этого было обновление этого зонинга, то есть шел вопрос обновления картографии и так далее. И к концу 2016 года он поступил к нам в том виде, в котором он есть, и его необходимо было принимать, проходить процедуру согласования его, утверждения. Вот как раз эту процедуру мы проходили, мы ее прошли, и в августе месяце 11 числа 2016 года зонинг был принят. 2016? Да, 2016 года. Значит, в конце 2015 он все-таки к нам поступил. Ну что ж, на этом мы поставим точку в сегодняшней беседе. Спасибо, Анна, за то, что были с нами, спасибо нашим зрителям за то, что смотрели. А я напомню, что мы встретимся с вами в следующую среду на телеканале Николаев. Телеканал Николаев, не переключайтесь, с нами всегда интересно. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok